5 лет альбому дом с нормальными явлениями почему бы не прослушать этот шедевр погнали итак друзья альбом легендарный альбом скриптонита дом с нормальными явлениями вышел в 2015 году я даже побрился по этому поводу шучу просто соскучился по лысине вот и ну собственно я так и гонял вы с бородой в те годы и я не знаю есть честно каким получится этот видос так как этот альбом вообще до дыр заслушан и он сейчас немного такая история будет конечно вкратце постараюсь как-то скриптоните я узнал когда вышел клип на песню выбор вот я такой типа вау ничего себе клевый чувак надо заценить начал копаться в интернете искать какие-то его песни там нашел кучу разных песен типа лети локоны что происходит pvl is back приглашение всякие разные ну в общем все его какие-то старые треки ворк родился и вырос прямо здесь и так далее вот и пять здесь пять там короче начал забирать какие-то его треки появились любимые а потом выходит стиль и я такой вау это что такое вообще шедевр короче стиль наверное был самым любимым треком у него вот потом конечно не добро пожаловать не добро пожаловать и так далее и я все ждал когда же когда же выйдет этот альбом его ну он уже так на тот момент был в газгольдере конечно вот и ну не терпелось в общем и вот этими синглами он как-то подогревал а твой твой когда вышел у меня тоже снесло крышу я думал все ну альбом будет пушка я думал там будет кучу бенгеров так далее и он представляет дом с нормальным явлениями вообще просто другое совсем противоположное того то что я ждал так как здесь больше такая музыкальная сорти здесь ну так настолько получился разноплановый альбом я просто ждал какой-то рэпчик биты все дела типа твой стиль а в итоге получил такой типа музыкальный фильм начат типа того кто-то писал подобное когда я прослушал у меня раньше была такая тема сейчас конечно это обзоры типа называется но у меня были текстовые я когда слушал альбом я писал свои мысли и на каждую песню я одну старался связывать короче весь этот альбом он для меня получился концептуальным ну по моему посту обзору текстовому к альбому ну там знаешь этот типа я просто представлял картинку в голове вот как раз таки этот фильм рисовал типа я приехал там на вокзал меня встретили пацаны привезли там встретил адиль там сидела показывал дома оставь это нам-то ну вот как-то все это короче я связывал типа как будто я наблюдал со стороны за всем этим и эту запись репостнул скриптонит я не знаю если найду сейчас ссылку то я наверное под видос размещу это было давным давно я тогда еще не был заблокирован у меня даже кстати видос был по этому поводу я там все это рассказывал в принципе не знаю зачем я сейчас все это говорю ну просто просто вспоминаем сегодня тот год какие-то ощущения любимые треки я не знаю есть честно как все будет но давайте приступим наверное и начнем слушать этот шедевр альбом который перевернул игру у меня уже мурашки появляются не знаю почему наверное потому что я слышу этот замечательный звук с этого интро началась история можно так сказать даже но нет хотя он же представил сначала притон притон и альбом сразу выпустил и второй альбом же он и обещал еще тогда я думаю офигеть еще один альбом вау но в итоге сами знаете что там произошло и сейчас начнется раз ебчик пьяным или фламе подняй диджат не поднимай за вот на этом треке наверное я уже начал удивляться типа вау это что-то другое это не похоже на отделе но это очень круто это мощно это новый уровень примерно такие мысли были мне здесь понравилась читка его в куплетах и этот шикарный припев на ресурс у нас там бит конечно такое немного блюзовое может даже исполнение и концовка мне здесь очень понравилась концовка кучу этих слоев голоса и просто с ума сойти и дальше у меня вообще оторвало крышу когда я услышал оставь это нам да это косяк да это косяк элитер бренди просто с ума сойти какая гитара крутая ну вот эти рифы оставь это нам да и вообще весь альбом конечно до сих пор любимые и этот звучок такой знаете олдскульный я я просто офигевал и после такого качевого трека нас отпускает вниз погружаемся как-то ниже ниже и реально альбом он такой просто одни волны одна большая волна этот трек меня удивил самим рассказом и самой стилистикой знаете типа такой это от хаос на такое типа масло то что сделал я просто слушал и удивлялся типа чего что происходит все эти звучки какие-то ну вот этот вот диалог у меня тогда я писал типа мне становится неудобно от того что я слышу и вижу ну слушая тексты представляю вообще все это дело мистер менеджер этот тип участие там вообще произошло вау чё с чё вот с ним в итоге вот просто прикиньте да мне кажется большинство ждали типа стиля или твой а выходит вот это вот так один подходит ко мне протягивает пока у коньяка с колы и начинают говорить о своей любви к коньяку я тогда еще бухал и для меня это было вообще у меня еще больше появилась любовь к коньяку но я виски в основном пил с колы но потом добавил коньячок еще мне вот нравился его голос здесь вообще на альбоме такой типа прокуренный меня тогда удивлял типа як он так называет коньяк я просто восхитительное музло океан меня меня начал уносить именно эта музыка здесь простенький припев такой атмосферный уносящий куда-то бит и ну по сути как бы такая стандартная тема этот трек более-менее еще похож на то что он делал у него очень круто получалось вот именно изменить так свой голос стиль это прям вообще отличный пример я не понимаю вообще прикола когда люди говорят типа ничего не понятно о чем он читает поет чего у людей со слухом я вот не вкуриваю но мы к этому еще вернемся эти бэки эйры на фоне ну и вот собственно мы пришли к тому треку который представил он до альбома и который удивил всех вы еще и внешним видом были очень смешанные чувства очень неожиданно из-за того что он пел и собственно из-за музыки но так как я раньше слушал рок-музыку блюз и джаз я в итоге принял с теплом эти каждый день с тем в кепке но к сожалению в один момент когда эта песня стала играть вообще отовсюду и везде в караоке там в телике ну везде это как-то начало отталкивать ну типа у него полно песен крутых чего вы пристали к одной ты собственно и когда один говорил то что он устает петь там всякие это любовь притон который обычно просили я его понимал в этом плане шикарный переход на еще одну песню которую просили многие исполнить и тоже везде она играла танцуй сама на этом треке я продолжал удивляться тому то что я слышу я реально я думал вау вау чё это такое особенно вот сейчас когда начнется танцевальная тема у меня просто тут просто шикарные куплеты именно опять же вот эти перепалки с девушкой как все круто зачитано не тот скриптонит которого я ждал и вот здесь вот прям это очень хорошо слышится ну и собственно через какое-то там время я уже так же как и многие обожал этот трек я вообще обожаю этот парт очень круто и вот здесь мне кажется за рождение было группы скриптонит но они тогда уже появились это я точно уверен в этом благодаря вот наверное работе на танцуй сама можешь как-то и над другими треками спустя какое-то время потом в итоге появился соли тьют шикарный момент ну как круто а просто мурашки супер почему я сказал то что группа скриптонит уже тогда была я видел видос они там афиши или чули ну короче они смотрели клипы по моему или чё-то короче и там была подписана группа скриптонит я такой почему а спустя несколько лет в итоге появляется группа скриптонит именно те самые такой вау так на должном вот тут у меня крыша уехала в другую сторону просто что это это очень круто колайся на дико на должном по любом родной если чё спрашивай говорю конкретно это самый любимый трек на альбоме по моему сильно похож на вчерашний и чё сейчас будет я такой а тут добавляются скретча это просто очень круто я помню на первый концерт в казани он даже текст забыл по моему здесь но он вообще обычно забывал тексты конечно что происходит я вот тут вот захотел изменить настроение трек вообще бит сменить давайте-ка очень крутой парт очень крутой скит через какой именно момент это было записано когда он уже наверное набирал популярность они что выступали в принципе джилзей так далее видел я первые выступления где-то есть в интернете в интернете айдос еще сука тащит нас на дно но мне особо он не вкатил шикарная строчка вот мы недавно общались с другом типа первые строчки у рэперов в куплетах есть прям вот бомбезные такие которые прям сразу врываются вот как здесь например было или как у 104 я паркую только хуй здесь мне наверное все таки не понравилось ну вот сам само исполнение припева по куплетам то вообще ничего как и сам бит хорош а трувере и юрики я уже в принципе знал до этого то есть когда я копался я наткнулся на трек твой номер джилзей такой молодой трувера такой другой четверг вообще здесь кстати забыл про переход этот да 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 вообще же вообще другое просто отсос классная концовка на самом деле мне тогда очень понравился прием связки треков такими скитами разговорами какими-то тоже трек относятся к таким как вниз океан тоже уносит куда-то вообще музло классное сам бит крутой я постепенно вспоминаю текст и как вообще все было спустя такое время забылось вообще многое конечно очень крутой припев вот тоже классный парт вообще классный припев классная музыка по текстам уж и ничего не по сути не буду говорить типа все туда тут вообще все шикарно нет кроме одной песни и так концовку тут долго еще сто поцелуев вау это что у меня крыша все там где-то ездит я был в шоке просто в шоке я не верил своим ушам очень крутая и красивая песня на самом деле и классное исполнение прям такое чувственное классно вообще классно но услышать эту песню и это исполнение бумажки это прям любовь знаете просто я слушал дум были как ты прав чувак я прям вот просто совсем соглашался и параллель с собой проводил здесь сейчас скажу в каком месте посмотри кто я я тот несиброс павший в автобусе стою это был я я сейчас могу засмотреть и это мне знакомо все и это продолжится на песню трата времени потом и вот самая любимая на альбом все просто он забрал меня и он кричит там на фоне что класс очень мощный трек и тут ну вот это вот мои любимые звучки вот эти вот здесь я вот здесь другого человека слышу я слушал вот этот парт и думал это же не скриптонит это кто-то другой вот именно на этом треке а тут 104 в итоге но это не написано может я забыл просто об этом шикарная концовка струны и здесь эти вороны кайф просто кайф и переходим к ляму он по-моему вышел до притона даже просто разрыв просто бендер классный кочевый саунд запеченный голосок классно вот слышится все эти эксперименты его как он хотел писать музло круто же так а тут будет ли че тут по моему тоже будет какой-то поворот щас и вот мы переходим к стилю другая версия которая мне вообще не вхватила я был разочарован типа я так просто полюбил оригинал и представляет вот это она она как-то меня оттолкнула сразу типа не знаю меня как-то это расстроило но атл здесь хорош и у него другое немного саунд тоже там ну короче я не знаю вот из-за этого всего мне как-то не вкатил этот трек единственный трек который меня вот прям расстроил но признать сам стиль вот этот самому зло оно прям этот заставляет как-то двигаться танцевать ну к чё я там писал про него я чувствую недовольство в себе скриптонит что ты делаешь музыка начинает одолевать меня и понимает что он меня не слышит а делаю один делает то что он хочет я рад за него я начинаю вместе с ним танцевать и кричать его слова музыка резко оборвалась один успокаивает и продолжать повторить слова в доме появляется атл мне подарили новый стиль классно классно они конечно поиграли и оборвали появляется другой стиль и в тучу только вот эта вот часть осталась вторая часть трека вообще прям круто мне понравилось вот как тут обыграли эту строчку из треков это первый любимый трек с юриком ну вот именно они уже потом много еще мутили вдвоем вот как можно посчитать то что 104 скриптонит вообще но похоже голоса слышно же что это ну не скриптонит классный трек напоминающий бит типа эминема доктора дрэ вот что-то такое раннего из-за этой гитарки наверно вот здесь особенно напоминает прошлые там обожаю скриптонита здесь вечеринка с ума сойти просто я не знаю я был поражен на протяжении всего альбома конечно и вечеринка мне казалось тогда то что ну вот все вот это же пипец просто и это было бы шикарной концовкой но есть вишенка на торте это любовь можно сказать то что этот трек ну как-то отчасти стал таким саундтреком тоже для меня так как я мутил вечеринки я иногда ходил так сквозь кучу людей думали какую все-таки крутую тему мы делаем классное классное было время шикарнейший момент классно и чё еще хотел сказать песни вот с этого альбома они капец как круто звучали на концерте то есть ну вот собственно первые его концерты он как раз приехал с группой ну вот когда я в казани был блин как это было шикарно вообще супер ну и собственно вишенка на торте трек который тоже многие полюбили это любовь очень красивое окончание альбома классно то что он добавил такой трек для девушек мне кажется вот ну это любовь прям такой трек должен быть на альбоме классное исполнение классный текст и 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 все это самая, наверное, разноплановая пластинка последних времен вот что сказать я не знаю, что сказать мне было круто сейчас пора слушать все это дело и я думаю, что многие фанаты, поклонники скриптонита сегодня отпраздновали сегодня 24 число день выхода альбома праздновали, прослушав этот альбом я что еще хотел сказать когда спустя какое-то время у меня родилась мысль не снять ли документальный фильм по альбому вставив там какие-то кусочки песен и так далее я помню, я писал текст ориентируясь на то, что я писал в том посте тоже обыграть как-то сделать такую историю как чувак приезжает в город там, его встречаются и так далее но я постоянно тормозил как-то все это ну и думал блин мне же нужен наверное казах для главной роли и вообще нужны казахи наверное если бы мне кажется я жил где-то в казахстане то я бы наверное занялся этим всем делом и мы бы что-нибудь сняли вот но в итоге вот прошло столько лет я так в итоге ничего не сделал у меня была мысль конечно еще вот в 20-м году думаю так ага там будет альбому 5 лет может что-нибудь замутить но в итоге все что я замутил это прослушка по сути мне нечего больше сказать легендарный альбом с которого началась вообще вся движуха так начиналась началась и писалась история я даже не буду спрашивать как вам мне кажется вообще многим зашло напишите давайте так напишите топ 5 любимых треков с альбома я сейчас скажу по-любому на должном оставь это нам бумажки блин уже 3 так сложно сложно давайте не считать притон и это любовь потому что ну они это это я не знаю даже как сложно сложно выбрать топ 5 как-нибудь как-нибудь ну ладно это любовь и вот пятый я смотрю на вечеринку но мне хочется добавить сюда танцуй сама наверное ну не знаю вообще думал про дома но короче вот такой топ у меня сложно я все понимаю но давайте-ка напишите в комментариях ну и вообще свои мысли как вы познакомились с этим альбом и свои ощущения пишите в комментариях всех буду читать и всем поставлю лайк все на этом спасибо за внимание всем пока пока неусте видно нужно читать это Продолжение следует...